Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа Алексеевская. Сегодня мы посмотрим частный сектор, эконом-номера с трансфером 4 раза в день до моря. Великолепное место для того, чтобы отдыхать в тишине и приехать сюда надолго. Красно-белый магазин находится напротив, прям с левой стороны у нас магнит 200 метров, с правой стороны 50 метров пятерочка. Также здесь, прям перед домом, есть пивной магазин. Паковочных мест, в принципе, предостаточно, есть всегда куда поставить машинку, и вам за это платить ничего не надо. Сам гостевой дом находится с задней стороны, нам надо пройти через дворик. И здесь мы выходим к самому гостевому дому. Тенечек, он уже, кстати, бегает отдыхающий. Сам он небольшой, двухэтажный, расположение снизу и сверху. Номера есть от двух до пяти человек. Больше всего мне понравилась эта красивая зеленая территория. Какая-то песик. Очень много растений, прям все-таки благоухает. Вкусные ароматы, территория, можно сказать, просто великолепная. Такое прям редко где-то встречается. Я думаю, вы сами все видите. Если бы еще вот у нас камера умела передавать аромат, вы бы оценили еще больше. Есть качель, бассейн, можете видеть, что работает фильтрация. Мангальная зона и вот такая вот зона отдыха. Со столиками, под навесом и фонтанчик даже свой, друзья мои. В общем, такая красотища. Эконом, удобство находится на улице, вот прям за этими дверьми. А здесь есть кухня. И тут видите, как сделано у каждого свой шкафчик. Можно закрыть свои продукты. Есть две плиты газовые, есть микроволновка, мультиварка, стиральная машина, наборы посуды. То есть, в принципе, все, что надо, выглядит гостиница вот так. А с правой стороны есть еще тут место, где посидеть, скамеечка, стол и холодильники для всех номеров. Как вы вообще здесь отдыхаете? Отлично. Мы вообще из севера приехали, из суркута. Поэтому четвертый год сюда приезжаем. Были недавно, видите, зелочи, вернулись обратно вон на Апул. Здесь больше нравится. Ну, потому что на пляж возят. Все удобно, все рядышком в этом плане. А, да. Магазины все в доступе, все рядом, с детьми удобно? Пятерка, да, красно-белая. В город вы как добираетесь? Вот у нас на коляске. То есть, недалеко, спокойно прошли прогулять с детками, ничего страшного. Все, это самое важное. Спасибо, хорошо отдыхаем. Во двушках здесь во всех живут, у нас не получится их посмотреть, но посмотрим, вот, допустим, четверочка. Заходим, на входе есть стол, одно спальное место, здесь диван разложенный и еще одна такая тахта. Есть зеркало, есть тумбочка, телевизор, кондиционер присутствует и место для хранения. Выглядит вот так. Снять номер на четверых или пятерых человек вы сможете без повышения в летний период по 400 рублей с человека. Второй этаж ведет у нас лесенка. Здесь вот такая вот терраса. Есть место, где посушить ваши вещи. И заходим в номер. Это трехместное размещение. Здесь наполнение кровать. Есть место, куда повесить ваши вещи. Стол, место для хранения. Есть еще два спальных места, все отдельные. Также есть прикроватная тумбочка, телевизор и кондиционер. И еще одна тумбочка. Шкафчик выглядит вот так. Если вам понадобятся плечики, попросите вам предоставить их. Стоимость размещения в этом номере сейчас по 400 рублей с человека. Если вы приезжаете в июле, там, августе на короткие сроки, то будет по 500. Если вы приезжаете на длительный срок, допустим, там, на месяц-два снимите этот номер, то цена меняться не будет. Останется также по 400. Туда дальше есть и семейное большое размещение. Также и на первом этаже до 5 человек. Но они заняты, показать не можем. Это еще одна трешка. Здесь три кровати. Есть тумбочка, зеркало, место, куда повесить ваши вещи. Шкаф, телевизор и кондиционер. Шкаф выглядит вот так. Стоимость точно такая же, как и в предыдущем номере. Стоимость по двухместным. Смотрите, сейчас 400 рублей с человека. Если вы приезжаете июль-август, то будет по 600 рублей с человека. Если вы приезжаете на длительный срок, там, месяц и более, то у вас будет стоимость также по 400. То есть меняться не будет. Друзья, если вы захотите приехать в сентябре, то цены будут так же, как и сейчас в июне. Если приедете в октябре, то там вообще ценник стартует от 250 рублей. Пройти, если пешком, хотя, ну какой смысл, если у вас здесь трансфер 4 раза в день, будет 26 минут и расстояние 2,4 километра. Видели, мама с детьми ходит в город вообще спокойно, и ей это нравится. Вот смотрите, у них есть своя машинка. Она возит вас на пляж в 8 утра, 11 утра, в 16 и в 20.00. Можете приехать и обратно уехать в это время. Подъезжает прямо до самого моря на платную парковку. И сейчас мы с вами поедем, ребятки, именно туда. Также вас встретят GD или автовокзала. Мы сейчас стоим прямо перед самым пляжем. Именно сюда приезжает трансфер. То есть вот возле речки Анапки здесь парковка и максимально близкое расстояние к морю. Сейчас все покажу. Соткрыли новый перекресток и сейчас сюда сделали эту парковку платной. 100 рублей в час стоимость водителя оплачивает, заезжает вас, забирает. И мы выходим уже непосредственно к самому морюшку. Здесь у нас вот прогулочная зона, парк аттракционов находится. Там разнообразные столовые, фудкорты. В принципе, здесь также есть все то же самое. Пожалуйста, там и покушать можно, и сладкости, и мороженое. То есть люди, которые неизменно купаются в речке Анапка, мне всегда интересно. Ребята, зачем вы приезжали на борьбу, если вы купаетесь в реке? От душа. Душ, туалет, пожалуйста, указатель есть. Экскурсии, косички, мусорки, хорошие настилы. Очень удобные, широкие. Это меня в этом году прям везде радует. Хорошо тучка зашла. У нас сегодня такая жара прям, и я не могу. Дальше, смотрите, есть бесплатные лазалки для детей. У нас пляжи с тех сверхоборудованные. Ну, вот это вот платный домик, а вот это вот бесплатная вещь. Подтягиваться есть, где тоже выполнена красивая. Переодевалочки, катамаранчики. То есть горочки в один. О, господи. Ну, это центральный пляж, что, говорится, вся инфраструктура присутствует в большом объеме. В общем, мне эти национальные купания непонятные, почему так происходят, я бы, в принципе, не стал. Ну, идем смотреть на пляж. Ух ты, вот это выделились. Смотрите, какие тут комфортабельные лежачки на центральном пляжике. Здесь вот бассейнчик такой вот, тоже красиво смотрится. Там есть планета Кинзонзон, клево массажный тоже салонный. На лежачках люди отдыхают, у них тут прям все хорошо, я смотрю. Вот это, конечно, это вообще без калитария. Самое интересное, что у моря особо никто не купает. Сейчас посмотрим, что там происходит. Картинка, конечно, великолепнейшая просто. Сколько девушек, взрослых. Мне почему-то кажется, что в Витязево людей отдыхает гораздо больше, чем здесь на центральном. Тут даже места есть еще. Ну, как вам? Пишите обязательно, ребятки. Будет интересно осуществить ваше мнение. Можете посмотреть, сколько здесь людей на отдыхе. У них все хорошо и прекрасно. Потому что они выбрали именно Анапу. Чего мы вам всем, в принципе, и советуем. Потому что в этом году у нас, конечно, побережье просто заполнено людьми. Лежачки, кстати, здесь, ребята, по 400 рублей за день. То есть ценник, в принципе, плюс-минус везде одинаково. Виды на пляже, конечно, интересные везде. Как говорится, все происходит по-разному. И каждый выбирает себе свой отдых, который ему нужен. Тут проход общий, кто-то прижался к берегу, кто-то ушел дальше. В море есть немножечко на сподоросли. Ну, туда дальше, смотрю, все прям чисто становится. Ну, там уже решайте сами, критично, не критично. Есть разные места, прошли в лево-право. Там чистенькая водичка всегда имеется, друзья мои. Ну, вот такая красота здесь. Над морем сейчас 32,7. Закидываем водичку. Откуда ты? Я из Эквадора. Из Эквадора. Приехал к нам отдыхать по Напу? Да, по Напу. Я здесь сейчас 20 дней. Да, там моя жена, мои сыночки, бабочка тоже здесь. Вообще круто. Как вас зовут? Как зовут? Меня зовут Луис Альверто. Круто. Я смотрел твои видео на Ютуб, Ютуб, я говорю, ааа. Дубок назад тоже я здесь, и я смотрел видео, видео, я говорю, аа, кистой ты, Юн Гозоровский, я смотрел видео, поэтому я хочу, чтобы она красивая-красивая. Поэтому я приехал сюда. От души просто, это восхитительно. Подожди. Ну что, господа блогеры, снимающие продаж Юг, приезжал кто-нибудь к вам с Эквадора, посмотревшись в ваших видео? 25 градусов практически, температура по коленам моря в Анапе на центральном пляже. Водичка действительно теплая, людей купается, в принципе, предостаточно. Единственное, что местами, вот, допустим, там море цветет. Здесь хорошая, то отдача, смотрю, тоже чуть-чуть есть, потом опять чистая. То есть проходите в сторону лево-право и находите чистые берега. И думаю, что у вас все будет великолепно, дорогие друзья. С вами был Юрий Озаровский, показываю вам сегодня бюджетный отдых в Анапе. Надеюсь, что вам понравилось и все зайдет по полной программе. Дай бог, как говорится, что было все у вас лучше, чем у всех. Дай бог, как говорится, что было все у вас лучше, чем у всех.